Денис Беляев владелец квадрокоптера. Он видеооператор и беспилотник, помогает делать ему красивые кадры с воздуха, а снимает им много. Объект недвижимости для рекламы используется. Да то же самое, поехал на рыбалку, дорога идет, заросшая, например, а тем там навигатор показывает, что надо ехать туда, чтобы там не упереться в какое-нибудь болото. Я не запустил его, посмотрел, там он летает на 5 километров. Незаменимая вещь в работе и весит меньше килограмма. Вот только многие полеты коптеров для съемок по сути незаконны в соответствии с последней редакцией документа о беспилотниках. Если они весят от 250 грамм до 30 килограммов, их необходимо регистрировать. Правда, в этом же законе сказано, что на высоте 150 метров можно летать без получения специального разрешения. А разрешение это теперь придется получать практически всегда. За сутки или раньше владелец коптера должен предоставить Росавиации маршрут полета. И все время съемки нужно поддерживать связь с диспетчером. Если эта служба будет работать, почему нет? Законопослуженный гражданин купил квадрик, поехал, у нас проходят летные зоны, над полянами еще что-то, в Пихлице, Кораблинский район, везде слетают, сообщить, что такое-такое. Как сообщить? Просто служба будет работать, потому что квадрики сейчас развиваются, они стали доступны. Подобные законы связаны с тем опасением, что зачастую беспилотные летательные аппараты пролетают близко от самолетов, аэродромов и схожих местах. В 2019 году количество нарушений закона с использованием беспилотников выросло вдвое. Вот только во многих квадрокоптерах есть полезные функции, которые помогают оператору контролировать аппарат. У них там можно скачать карту полетов, она как бы доступна, я думаю, и он предупреждает о самолете, еще что-то, грубо говоря, тебе надо подняться высоко, и он, ну, тупо тебе просто не дает. Вот я буквально там два дня назад снимал его в пихлице, и прям надо мной летел самолет, составлял след прям вообще надо мной, и он мне давал ошибку, хотя до этого ничего не было. Это удобно, да, безопасно, но, опять же, это можно тогда не запрещать, а просто на, так сказать, плечи производителей этих квадрокоптеров возложить всю эту функцию скачивания карты. Законы регистрации беспилотных летательных аппаратов существуют, вот только где их регистрировать, непонятно, говорят владельцы коптеров. А в сам документ постоянно вносятся все новые и новые изменения, и уследить за ними бывает сложно. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».